Джулиан, король джунглей секретных материалов, выиграл суд. Пока Асанжа, конечно, не освободили, но 26 марта высокий суд Лондона разрешил ему продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США. Кто подзабыл, Асанж — это организатор самой масштабной утечки информации за всю мировую историю. На сайте WikiLeaks он опубликовал миллионы секретных документов спецслужб, правительств и высокопоставленных политиков. Одна из самых известных и мощных серий публикаций — дневник афганской войны. Более 75 тысяч слитых документов доказывают чудовищные преступления американских военных в Афгане, в том числе массовые убийства мирных жителей. А еще было иракское досье, и материалы о секретной тюрьме в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Документы с WikiLeaks наглядно показывают, что там систематически пытают заключенных, выбивая из них признание. Права человека, презумпция невиновности? Не-не, не слышали. По уровню значимости слива WikiLeaks сравниться могут, ну, пожалуй, только тайные договоры царского правительства, выброшенные в мир сразу после Октябрьской революции. Тайную дипломатию, гласил один из первых декретов большевиков, правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов. За ноябрь-декабрь 1917-го более сотни секретных договоренностей появились в печати. Например, соглашение, заключенное весной 16-го года между Великобританией, Францией и царским правительством России о разделе Турции. А еще тайная конвенция, в которой те же страны решали сколько заплатить Румынии за ее участие в войне против Германии. Тот слив произвел эффект разорвавшейся бомбы, была даже созвана особая конференция. Но мы-то сегодня прекрасно знаем, что тайная дипломатия существует до сих пор, несмотря ни на какие сенсационные публикации. Вернемся в 21-й век к Джулиану, королю инфослива. Напомню, что его взяли под арест британские полицейские ровно пять лет назад, в апреле 2019-го. Ну, точнее, даже не взяли, а вынесли. Семь лет до этого момента он безвылазно провел в посольстве Эквадора в Лондоне. По подсчетам специалистов, предоставление политического убежища Ассанджу в дип-представительстве обошлось казне Британии почти в миллион долларов. Стоит заметить, что тогда, в 2019-м, Ассанджу еще повезло. Могло быть гораздо хуже и громче. В качестве параллели приведу пример панамского диктатора и наркоторговца мирового уровня Мануэля Антонио Нарьеги Морено. В 1989-м, во время вторжения США в Панаму, Нарьегу призвали сдаться, а он укрылся в посольстве Ватикана. Но не то, что семи лет. Ему там и месяца провести не дали. Нарьега сдался через 10 дней из-за пыток. Американские военспецы замучили диктаторы и бедных сотрудников дип-миссии Папы Римского хэви-металом, создав мощную звуковую стену вокруг посольства и включив на полную ACDC, The Clash, Guns N' Roses и Black Sabbath. После сдачи Нарьеги американский суд приговорил его к 40 годам тюрьмы. Обратно Кассанджо. Его иракское и афганское досье – документы, буквально изобличающие всю американскую систему. Их публикация привлекла внимание к проблеме, обозначила ее, но не решила. Однако Джулиан однажды устроил слив, который, во-первых, метко бил именно в конкретного политика, а не во всю систему сразу. А во-вторых, те документы реально изменили мир буквально в одночасье. Прямо накануне выборов 2016 года Ассандж слил всю переписку Хиллари Клинтон и ее соратников за многие годы. Более 80 тысяч писем. Тогда вскрылось все, как Саудовская Аравия и Катар финансировали предвыборную кампанию Хиллари, а взамен получали оружие, которое потом попадало в руки боевиков запрещенной организации ИГИЛ. Как сотрудники штаба Клинтон собирались публиковать от имени Трампа непристойности, постоянно обличали его в связях с Кремлем и сколько стоили антитрамповские репортажи на СНН. Последние пять тысяч писем Ассандж выложил прямо в день выборов, 8 ноября 2016-го. И больше Викиликс ни словом про Хиллари не обмолвился. Да и зачем? Трамп-то уже победил. Для исторического примера давайте вернемся на 200 лет назад, в февраль 1815-го. Недавно побежденный Наполеон Бонапарт, сбежавший с Эльбы, вернулся во Францию на 100 триумфальных дней. С войсками он движется к Парижу, а новый король бежит из столицы. Но в спешке он оставляет в кабинете документ, который мог бы изменить весь ход мировой истории. Секретный трактат об оборонительном союзе Британии, Австрии и Франции против России. В это время идет Венский конгресс, на котором победители Наполеона, Россия, Англия и Австрия решают судьбу Европы. Конгресс длится почти год. За это время французский министр иностранных дел успевает за спиной русской делегации тайно договориться со своими бывшими врагами Англии и Австрии о секретном военном союзе против России. Наполеон, обнаружив текст договора, немедленно отправляет его своему бывшему противнику, императору России Александру Первому. Бонапарт рассчитывает, что узнав о предательстве союзников, русский царь начнет войну против них. Только выдержка и нежелание больше проливать русскую кровь помогли Александру Первому стойко принять этот удар. Император Всероссийский вызвал к себе австрийского министра иностранных дел, потребовала от него объяснений и бросил. На глазах у последнего текст секретного трактата в камин. Этот благородный жест избавил Европу от новой страшной войны. И вновь вернемся в день сегодняшний. Джулиан Ассанж выиграл суд в марте 24 года. А что, если бы он проиграл? Тогда все апелляционные возможности в Великобритании у него были бы исчерпаны. То есть его бы автоматически экстрадировали в США. И его ждет судебное преследование по закону о шпионаже. Кстати, еще от 1917 года. Основателю Викиликс в Штатах предъявлено 18 уголовных обвинений, которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Предсказывать судьбу Джулиана мы не будем. Но под конец я приготовил сразу две исторические параллели. А выводы делайте сами. Персия только что проиграла войну России и должна была выплачивать нам контрибуции. К тому же Армения вошла в состав России и многие армяне искали убежище в русском посольстве в Персии. Следить за выполнением нового мирного договора отправили автора знаменитой комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова в качестве русского посла. Все мы сегодня прекрасно знаем, что вскоре Грибоедова растерзает обезумевшая толпа. Вот только мало кто знает за что. За некоторое время до погрома русского посольства политического убежища в нем попросил один из местных армян. Это был Евнух Шахского гарема и личный секретарь казначей Шаха, знавший многие тайны. Считай ходячий Викиликс Османского разлива. Шах, опасаясь слива информации, потребовал выдать ему Евнуха. Но Грибоедов отказался. Как дипломат имел полное право. Вот эта ситуация и послужила поводом для конфликта. Разгневанный Шах сделал все возможное, чтобы подогреть антирусские настроения в толпе. И вообще ничего, чтобы защитить русских посланников. Ну а последняя параллель переносит нас в 1430 год. В это время в плен попадает знаменитая Жанна Д'Арк. Орлеанская Дева, которая, как уверяла сама, слышала голоса ангелов, ведущих ее родную Францию в победе в Столетней войне с Англией. Жанна действительно командовала войском и одержала ряд побед. Более того, она стала реальным символом. За ней шли люди. Однако через несколько месяцев после того, как ее пленили бургунцы, Орлеанскую Деву в прямом смысле продали. За 10 тысяч ливров. Эквивалент 80 килограммов золота. А французский король, который был обязан Жанне троном, пальцем не пошевелил, чтобы ее спасти. Возможно, потому что она стала слишком популярной, куда популярнее его самого. Жанну Д'Арк действительно продали англичанам, которые судили ее и сожгли на костре. Продолжение следует...